И всем привет, дорогие друзья! Я уверен, что у вас когда-нибудь возникал такой вопрос. Или не возникал. А кто такой вот этот вот странный свиноповар, а? То он свиней засунет, в духовку приготовит, то лабораторию какую-то свою создаст, то Реда в свинку превратит, то корону украдёт и... то магом станет. Даже в демона превратиться в конце концов-то может. Как-то это всё подозрительно, не так ли? А какова история этого свиноповара? Давайте разбираться. Перед началом поставь лайк. Впервые свиномаг появился в трейлере Angry Birds, где рекламировали могучего орла. Ну, лично я называю это рекламой. Свинки там крадут яйца, птички, сломают всё, крушат. И потом свинки забегают в специально построенный бункер, и ни одна из птичек не смогла разломать его. И здесь и появляется этот будущий шеф-повар. Когда шеф-повар зачуял что-то неладное, он увидел как раз-таки это блюдо могучего орла. И потом всё, сдаёмся, белый флаг, но уже поздно. Потом шеф-повар появился уже в Angry Birds Toons. Вот тут уже и начались все странности и приключения этого шеф-повара. Это была одна из самых первых серий, где начались какие-то странные приключения с ним. Он изобрёл специальный раствор, который мог превратить любой предмет в свинку. Это был его зловещий план, как поймать яйца у птиц. Также в одной из серий этот шеф-повар позвал короля свиней, чтобы рассказать ему свой новый план. Сумасшедший повар заколачивает и прячет короля свиней в специальной бочке, и потом эту бочку относит зачем-то к птичкам. Его план вообще иногда непонятен. Но честно сказать, этот король чуть-чуть дурачок. И просто вместо того, чтобы скрывать свою личность в яйце, он прыгает, скачет там, как какой-то баран. И вот, и птички приносят яйцо обратно к свинскому народу, так как все свинки ещё не знают об этом зловещем плане. Увидев яйцо, они сразу забирают его, зовут всех на пир, а король свиней такой тупой, что ничего не понял. Ура! Я так счастлив, что из меня хотят сделать свежий стейк из свинины! Потом весь этот кошмар видит этот сумасшедший повар, и тут его план превратился в нечто очень зловещее. И пока короля свиней там пытаются приготовить, но что-то пошло не так, и эта странная бочка превращается в пушку, короля свиней выстреливают, а этот свиномаг, как я его привык называть, уже готов править королевством, смеётся, и тут все планы свиномага никогда не увенчались успехами. Также в ещё одной серии этот шеф-повар хочет показаться добрым для птичек, и даёт им покушать всяких сладостей, но всё не так просто. У него в рюкзачке были свинки, которые должны по идее украсть яйца, но птички не промах и зачуяли что-то неладное. Но шеф-повар выловил рыбку каким-то чудо-способом, пожаловал её на мангале, и тут все сомнения от него опять отпали. У повара нашего появилось поддельное алиби. Он изобрёл опять какой-то раствор, который делает всех сонными, и наливает этот раствор на кексики из Angry Birds Go, потом угощает всех этими кексиками, но, видимо, раствор действует только на свиней. Будущий свиновак ничего не понял и решил проверить это. Съел все кексы, и потом, выходит, сам откинул коньки. Спят усталые игрушки, книжки спят. Вот такие вот довольно-таки жуткие серии, я бы сказал. Также этого шеф-повара можно встретить в Angry Birds Epic, но там он уже сделан в стиле мага. Но там он тоже в конце игры крадёт корону, когда, казалось бы, уже финал. Мы всех выиграли. Но он крадёт корону, и начинается хардбас. Боже мой, что вообще там происходит? Что вообще здесь происходит? Ну а что насчёт Angry Birds Go? Там есть все ключевые персонажи игры. Но почему-то нет именно этого шеф-повара. Видимо, там уже идут времена, когда этого шеф-повара хорошенечко отпинали за все его проделки. Вывод. Свин-повар – это один из тех ключевых персонажей, которые ведут себя крайне странно. И все его попытки переделываются в то, что он просто хочет захватить власть и начать править народом. И что ж весь мир мутит всех свиней? С правительством этого свиномага, как я его привык называть, будут отни пытки, страсти и гадости. Это я вам точно говорю. Вы только посмотрите на него. Правильно, что ребятишек дома держите, когда такие монстры по округе шастают. Ну а на этом у меня всё. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. О, всем привет! Хорошо, в раю что ли? Эм, я хочу другой рай, мне тут не нравится. А вы уверены, что я в ту игру вообще попал? О, а вот это другое дело. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...